Сегодня я хотел бы, наверное, дать такую мысль или посыл. Совсем недавно я услышал такое выражение, как «Гордыня Бобби Фишера». Я заинтересовался, думаю, кто такой Бобби Фишер, почему такое выражение, и часто используют его в определенных кругах. И я увидел, что действительно есть одна опасная вещь, которая может привести человека к кризису, она может привести человека к проблемам и даже к серьезной беде. Я хочу сегодня предложить два текста из Священного Писания и, наверное, показать и раскрыть один закон, который действует вне зависимости от того, верующий человек или человек неверующий. Вы знаете, что есть законы Божии, которые Бог установил, например, закон природы. Под него подстраиваются все люди, как верующие, так и неверующие, правда? Осень, мы все готовимся к зиме, приготовляем себе одежду и так далее. Мы готовимся, мы подстраиваемся под определенные законы. Мы понимаем, что эти законы, они работают. И если я нарушу эти законы или буду в этих законах неправильно себя вести, то это так или иначе отразится на моей жизни. Аминь, вы согласны? Но есть также и духовные законы, не только вот законы природы, физические законы, да, законы физики, которые тоже созданы Богом, но есть и духовные законы, которые так или иначе могут влиять на нашу жизнь. И первый текст, давайте я предложу вам, мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 14 глава, 7 стиха. Вот что мне нравится в Иисусе, Он был очень наблюдательным, когда был на земле, и я думаю, что и сейчас тоже Он наблюдательный. Он замечает какие-то вещи, и, наверное, этому тоже нам нужно поучиться, замечать. Однажды Его пригласили на свадьбу, и вот, находясь на свадьбе, Он кое-что заметил. И Он использовал, вот то, что Он заметил, Он использовал для того, чтобы донести до людей один очень важный духовный закон. Итак, давайте мы прочитаем седьмого стиха. Зная же, замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. То есть люди, пришедшие, они занимали первые места, то есть удобные места, или места, наверное, на которых бы их увидели. И Он рассказывает притчу. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место, потому что все места уже займут. То есть, понимаете, да, историю? Он прибежал первый, занял для себя первое место, а хозяин и другие места тоже уже были заняты. И хозяин пришел и говорит, извини, это место не для тебя, оно для другого. И он говорит, ты со стыдом пойдешь и займешь, какое место осталось. А остается обычно самое, люди же как, людям свойственно лучшее забрать. И дальше 10 стих. И дальше он как бы подводит итог. Бог, всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Посмотрите, он раскрывает закон. Закон, который действует вне зависимости от того, верующий человек-то или нет. Вот смотрите, можно увидеть, тот, кто очень хочет возвышения, он начинает возвышать себя. Это видно. Человек, который хочет возвышения, он начинает себя возвышать, он начинает показывать свои такие достоинства. То есть, вот даже можно иногда слышать, когда человек свидетельствует или рассказывает. Он рассказывает о Боге или рассказывает о себе. Это видно, правда? Очень, очень можно это увидеть. Когда человек хочет, очень хочет возвыситься, он начинает возвышать себя. Результат этого будет унижение. Это действует, это как закон природы. Если человек возвышает себя, и причина этому, что он хочет возвышения, результат будет обязательно унижение. Это равносильно того, что ты хочешь зимой пройтись в летние одежды, результат будет воспаление легких. Неминуемый результат. И ни у кого вопросов не возникнет. Ни у кого вопросов не возникнет. А тот человек, вот о чем говорит Господь, тот человек, который по-настоящему хочет возвыситься, он смиряет себя. То есть человек, который хочет или будет желать в Боге возвышения, он будет себя смирять. Вы понимаете, да, что я хочу донести? Вроде бы как бы похоже, но что я хочу донести до вас. То есть если человек сам себя смиряет, он не ищет возвышения, он будет возвышен. И это закон действует. Он распространяется на всех. Иногда смотришь на людей. Вот в интернете очень часто или еще в каких-то изданиях я смотрю. Есть один журналист такой, Владимир Познер, может быть вы его знаете, уже 83 года ему. Он так все время говорит, я крещеный католик, но атеист. То есть, ну, такое. Вы знаете, ну я наблюдаю, мирской человек все время в своих программах в конце он задает всегда такой вопрос. Что вы скажете Богу, когда вы окажетесь пред Ним? Он всегда задает в своих программах этот вопрос. Ну такой крещеный католик, атеист, знаете. Но тем не менее, что я вот смотрю на него, я вижу. Этот человек не ищет себе возвышения. То есть он говорит такие вещи, не ищет. И тем не менее, его слово слушают. Молодежь слушает его. Его слово имеет какой-то вес, авторитет. А смотришь на других людей, они как-то пыжатся, кичатся. Они хотят быть всегда так, ну, впереди, на высоких местах, на передних местах. Но смотришь, и у них, они все время в каком-то провале. Они все время куда-то проваливаются. Проваливаются, над ними смеются. Над ними их как-то, ну, ну вот вы знаете, есть такие известные люди, которых вы увидите, и вы так улыбнетесь. Но они будут вам показывать, что они, ну, вы посмотрите на них, вы понимаете, да, в чем я говорю? Вы знаете таких людей. Ну да, вот. Сразу у каждого из нас сразу появляется такая личность. Ну, у тебя зверев, у меня другая, я потом тебе скажу, какая у меня сейчас возникла. Но не в этом, как бы, не об этом, не о них, не о личностях. Закон действует. Если человек хочет сам возвыситься, и он начинает сам себя возвышать, неминуемо его ждет унижение. Закон сразу включается, как закон природы, как физические, материальные законы. Они начинают сразу включаться, этот закон тоже включается. Все. Как только ты сам себя начинаешь возвышать, ты будешь унижен. Нет, нет в этом ничего плохого, что человек сидит впереди, или человек сидит на возвышенном месте. Иногда Бог поставляет человека. Он так делает. И мы из этой истории видим, человек сидел на заднем ряду, и вдруг этот хозяин пира, он подходит и говорит, «Друг, пожалуйста, я прошу тебя, приди, займи верхнее место». То есть мы видим, в этом нет ничего плохого, когда Господь берет и ставит человека в определенную позицию, в определенное положение. Он сидел, представьте, на последнем ряду, раз смотришь, он уже здесь стоит, уже служит Господу. Мы можем видеть такие вещи, когда человек в самом возвышении нет ничего плохого, если Бог тебя возвышает. Но если ты начинаешь возвышать сам себя, тебя неминуемо ожидает провал, унижение. Результат будет унижение. Но наоборот, если ты хочешь иметь благословение в Боге, если ты ищешь каких-то этих вещей духовных, ты хочешь продвижения в Боге, тебе нужно смирять себя, не возвышать самого себя. Но наоборот, как здесь так конкретно, унижающий себя возвысится. Закон действует. Если я унижаю, смиряю сам себя, Бог возвысит меня. Этот закон сразу включается. Пусть Бог благословит всех нас. И я хочу прочитать сегодня еще второй текст. Но, наверное, попозже, раз уж о Бобе Фишере заговорили, все-таки я приведу его вначале пример. Известный шахматист, такой был в Америке, Бобе Фишер. Я попросил своего сына, он тоже у меня младший шахматист. Вот эта доска свела молодого человека с ума. В самой доске нет ничего плохого, ты смотришь на нее, ну, цифры, буквы и клеточки, белые, черные. Этот человек, Бобе Фишер, он родился действительно гениальным человеком. У него ум был не такой, как у всех людей. Он был гением. В 6 лет сестра первый раз познакомила его в шахматы, и он начал играть, учиться. И он достиг очень больших высот. В 14 лет во всей Америке ему не было равных. Он всех обыгрывал в шахматы. Он пошел дальше, и уже в 30-летнем возрасте ему равных не было во всем мире. Он обыгрывал в шахматы всех. Удивительно. Он занял все призовые места, какие только можно. Говорит, шахматная корона была на Бобе Фишере. Удивительно гениальный человек. Все говорили, что он гениальный молодой человек. Но знаете, что произошло с этим человеком? Его захватила гордость. И самомнение, и гордость зашкаливали. Знаете, как на спидометре бывает? Он начал уделять пристальное внимание своей персоне. И вот некоторые его фразы, которые он говорил. Он говорил, я не считаю себя гением шахмат. Я просто гений, который играет в шахматы. Чувствуете? О женщинах он так говорил. Знаете, он говорил, ну да, женщины хорошо, но шахматы лучше. В 15 лет он бросил школу. Он сказал, что мне там делать? Учителя бездарь. Единственный хороший учитель, который я помню, это был учитель физкультуры. И то только потому, что он умел играть в шахматы. В 15 лет он бросил школу, начал заниматься самообразованием. Но при всем при этом он отлично играл в шахматы. Он выигрывал всех. Дело дошло. Многие люди хотели с ним встретиться, пообщаться. Я не знаю, хотели ли бы вы пообщаться с человеком, который всех обыгрывает в шахматы. Ну, я немножко играю в шахматы, поэтому мне хотелось бы с ним пообщаться, просто поговорить. Но в то время с ним было не так просто поговорить и пообщаться. Он, например, чтобы позвонить и поговорить с ним по телефону, вам нужно было заплатить тысячу долларов. Вы могли с ним поговорить несколько минут. Если вы хотели лично встретиться с ним и поговорить около часа, две с половиной тысячи долларов. Если вы хотели взять у него интервью, пять тысяч долларов. Сегодня утром мы читали с братьями здесь. И однажды президент Соединенных Штатов, Никсон, хотел встретиться с Бобби Фишером и пригласить его в Белый дом. Знаете, что он сказал? Он сказал, сколько мне заплатят? Его в Белый дом пригласил президента. Он говорит, а сколько мне заплатят? Ему говорят, вам ничего не заплатят. И он отказался. Вот, вы знаете, гений, успех, корона, она приводит к тому, что человек начинает сам себя возвышать. Хотя, если во всем этом разобраться, то ум, который у него был, это был не его ум. Ему этот ум дал Бог. И он вместо того, чтобы этот ум подчинить Господу, он подчинил его своей гордыне, он подчинил его своей персоне. И пришел крах. Знаете, как он потерял корону шахматную? Он не проиграл. Он не проиграл. Но у шахматистов им каждый год нужно было подтверждать, ну или каждый год, или какой-то период в шахматной федерации, нужно подтверждать, что ты действующий шахматный король, что ты нужно, проходят какие-то соревнования. В то время уже вышел вот на эту линию известный шахматист, вы его знаете, Анатолий Карпов в Советском Союзе. И Бобу Фишеру нужно было сыграть матч с Анатолием Карпом, чтобы подтвердить свою корону. И что он сделал? Он в федерацию шахмат перед матчем, он выдвинул 64 требования. Он сказал, вот обязательно на этом матче вы должны удовлетворить 64 требования. Ну и он там расписал все. Иначе я не буду как бы участвовать. И люди, которые в шахматной федерации, они говорят, хорошо, мы, говорит, 63 требования мы выполним, но одно мы не можем, ну никак не можем, одно мы не можем. Ну и требование там было такое, что победитель должен выиграть в шахматы по партиям в перевес две партии. То есть, если ты перевес одну партию, ты еще не выиграл. Нужно перевес, чтобы разница в очках была там не 9-8, а 10-8. Небольшое условие для тебя, как для шахматной короны, да? И знаете, чтобы Бобби Фишер отказался, он сказал, раз вы не выполнили мои требования, я не буду участвовать. И тогда федерация, раз матч не состоялся, шахматную корону передали Анатолию Карпову, и весь Советский Союз ликовал чемпион мира Анатолий Карпов. Когда я узнал про эту гордыню Бобби Фишера, я думаю, Боже, какой он глупый, что он сделал? Вы знаете, откуда взялись эти 64 требования? Посчитайте, сколько клеточек? Сколько клеточек на шахматной доске? 64. Его конец ужасен. Конечно, ему это не понравилось, представьте, он не играл ни с кем, у него забрали шахматную корону, он начал возмущаться, выступать на радио, говорить против евреев, говорить против Америки. В конечном итоге Соединенные Штаты забрали у него гражданство, потому что ты против своей страны, он там грязью ее обливал. У него забрали гражданство, он отсидел в тюрьме, в конечном итоге ему пришлось депортировать в Исландию, и он умер в Исландии в 2008 году в забвении от недостатка, от почечной или печеночной недостаточности. И про него никто не вспоминал. До сих пор его родственники судятся за те деньги, которые остались, до сих пор идут суды. Ужасно. Этот великий человек. Почему так с ним произошло? Потому что сработал закон. Возвышающий сам себя будет унижен, но унижающий сам себя будет возвышен. Кто такой Анатолий Карпов? Что он стал шахматной величиной, не сыграв ни одного матча. Вот кто жил в Советском Союзе, тот понимает, там же нам не давали возвышаться. Особо вылазить никому не давали. Все должны были быть вот так. У всех почти одинаковая зарплата, у всех должны быть одинаковые квартиры, у всех одинаковые спальные гарнитуры, у всех одинаковая школьная форма, у всех одинаковые квартиры, машины у всех одинаковые. Ну да, их не было, или все в очереди стояли. И тем не менее, закон сработал все равно. Он сработал. Он сработал. Давайте еще один текст библейский. Похожая ситуация. Оказывается, гордыня Бобби Фишера, она уже действовала во все времена. Бобби Фишер это всего лишь один из людей, который попался на эту удочку, чья жизнь была разбита. Но во все времена этот закон действовал. Ломал жизни людей, губил. И Бог здесь ни при чем. Вы же не будете обвинять Бога, если вы зимой гуляете в летней одежде. Никто не будет обвинять Бога. Винить только нужно самого себя. Почему? Потому что закон действует вне зависимости от того, что ты думаешь, или как ты считаешь. Давайте мы откроем книгу Даниила. Я сегодня хочу эту мысль продолжить из Священного Писания. Удивительный человек. Он также есть в истории. Если вы начнете изучать историю, он есть в исторических книгах. Человек, которого звали Навуходоносор. А был непростой человек. Удивительный. Этот человек в свое время, он создал огромнейшую империю. Многие государства находились под его игом, под его властью. Они платили им дань. Мощнейшее государство. Такому государству не было равных в то время. И вот смотрите, что произошло. Книга Даниила, 4 глава. Мы будем читать. Несколько стихов выборочно. Будет здорово, если вы будете следить. Посмотрите, начинается эта глава с того, что сам Навуходоносор описывает свою жизнь. То есть он сам рассказывает. Это Даниил, скорее всего, записывал. Но сам Навуходоносор, он показывает. То есть не каждый великий человек может рассказать о своем падении. Это тоже говорит о состоянии души. Когда ты можешь рассказать о своих ошибках. Ведь это тоже своего рода унижение, правда? То есть когда ты рассказываешь о своих промахах, о своем падении, о своей ошибке. Ну не с гордостью там. А когда ты говоришь, да, так было в моей семье. Так было в моей жизни. Это случилось со мной. Где-то я увлекся. Произошло падение. И он рассказывает о своем падении. Великий царь. Но иногда так смотришь на человека. Он не может признать. Не хочет признать. Даже во всем своем падении он гордится. И говорит, да нет, все нормально. У меня все хорошо. Когда ничего нет хорошего. Но он все равно продолжает себя возвышать. И он усиливает. И так уже запущенный закон. Возвышающий себя будет унижен. Усугубляя ситуацию. Итак, что же пишет этот царь? Нам нужно прислушиваться и быть внимательны. Посмотрите. Он пишет. «И я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих». То есть смотрите. Его падение началось, когда уже все было хорошо. Когда уже не было войн. Не было передряг. Все шло своим чередом. Все так ровно. Он спокоен. В чертогах своих. Благоденствует. Это то, к чему стремятся люди. И он достиг этого. И вот он лег спать. И ночью ему снится сон. Сон, который сильно встревожил его. Сон, который лишил его покоя. Очень часто Бог вторгается в наше благоденствие, в наш покой. Ну, может быть, слово «вторгается» неправильно я подобрал. Вмешивается. Нарушает его. У нас появляется некое беспокойство. Кто скажет, как так? Да-да. Бог не только приносит покой. Он также может принести и беспокойство нам. Почему? Потому что, возможно, он увидит, что мы на опасном пути. Возможно, он видит, что мы не туда идем. Он беспокоится. И он передает это беспокойство нам. Чтобы и мы обеспокоились. Вы понимаете, да? Смотрите, он говорит, я видел сон, который устрашил меня. И он начал размышлять. Он говорит, размышления мои на ложе моем и видение головы смутили меня. Во всем этом благоденствии пришло беспокойство. И он начал призывать всех своих мудрецов, гадателей, тайновецов, которые были. И он говорит, расскажите мне значение этого сна. Я хочу знать этот сон. Он тревожит. Но никто не мог объяснить значение. Почему, я скажу вам. Божий сон от Господа может изъяснить только Божий человек. Понять сон от Господа может человек, который имеет внутри себя Господа. Это тоже важно. И вот смотрите. И, наконец, он говорит, вошел ко мне Даниил. И он начинает рассказывать Даниилу свой сон. И сон, посмотрите, какой. Среди земли дерево весьма высокое. Это дерево было большое, крепкое. И высота его была, не было видно, оно достигало небес. То есть дерево уходило в облака высотою до небес. Не было, оно, видимо, было до краев земли. То есть с любого места, где бы человек ни находился, он мог видеть это дерево. Листья его были прекрасные. Плодов на этом дереве было множество. Пища на нем была для всех. Под ним находили тень, полевые птицы, звери. От него питалась всякая плоть. И далее он говорит, я видел, что не шел с небес бодрствующий и святой. То есть он еще тогда не мог понять до конца. Но бодрствующий это такой, который настороже. Мы с вами понимаем, о ком идет речь. И святой, то есть безгрешный. И дальше 11 стих. И вот этот бодрствующий и святой, он громко воскликнул. Сказал, срубите это дерево. Обрубите ветви его. Стрясите листья с него. И разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него. И птицы светве его. Представляете, дерево, которое давало жизнь многим. Оно давало тень, успокоение, укрытие, защиту. И вдруг приказ срубите. 12 стих. Он говорит, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и в медных среди полевой травы орошается небесную росою. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него. И дастся ему сердце звериное. И пройдут над ним семь времен. Вот вы знаете, мы очень часто смотрим на дерево. Но у каждого дерева есть корень. И от того, какое дерево будет, зависит от корня. И всегда, когда мы как дерево расцветаем, мы как дерево приносим плоды, наши листья распускаются, мы возвышаемся Богом все выше и выше. Мы не должны забывать про корень. Потому что все, что мы имеем, оно пришло из корня. Знаете, проблема Бобби Фишера в чем? Он забыл про корень, который дал ему Бог. Здесь Бог дал ему ум, у которого не было ни у кого на всей планете. И он забыл про этот корень. Что же произошло? Вот этот сон, который увидел царь Набухадоносор, он лишил его покоя. И он призывает Даниила, рассказывает ему. И Даниил, он около часа прибыл в изумлении. То есть, даже этого Божьего человека этот сон привел в изумление. Он около часа, он услышал этот сон. И он около часа не мог прийти в себя. Так это действие Божие над Набухадоносором привело в изумление Божьего человека. Около часа, написано, он около часа был в изумлении. И далее царь начал говорить, ну, Даниил, ну, пусть тебя не смущает этот сон и значение его. Скажи мне, расскажи мне его, что он значит. И Даниил, он начинает говорить, он говорит, знаешь, царь, этот сон бы твоим ненавистникам в руку. Знаете, он говорит, сон в руку. Вот твоим ненавистникам бы этот сон, врагам твоим значение его. Даниил понял значение сна. Он понял. Потому что именно в этом сне он увидел вот этот закон, возвышающий сам себя, унижен будет. И посмотрите, он начинает его толковать. Он говорит, дерево, которое ты видел, большое, крепкое, высотой достигало до небес. По всей земле его было видно, листья которого прекрасны, множество плодов, где укрывались под этим деревом звери, в ветвях птицы гнездились. Это ты, царь. Он говорит, дерево это, это ты. И дальше он говорит, ты возвеличился. Ты укрепился. Величие твое возросло. Достигло до небес. Здесь власть твоя до краев земли. Это ты, царь. А то, что ты видел бодрствующего и святого, сходящего с небес. Он говорит, то это Господь. Тот, который сказал, срубите его, то это Господь. Корень оставьте. Опять он делает уклон на корень. Вот что бывает, мы забываем. Достигая чего-то. Имея благословение в чем-то, мы забываем про корень. Его не видно, друзья мои. Корень, сам корень, его не видно. Видно лишь дерево. И человек смотрит на дерево и говорит, какое оно прекрасное. Какое дерево величественное. Какие плоды. Какое дерево. Никто не скажет, какие корни. Но именно все, что имеет дерево, оно находится в корнях. Братья и сестры, все, что мы имеем, это от Господа. Потому что Он питает нас. Он дает нам мудрость. Он дает нам умение, способность. Как вытащить эту сваю из земли руками, скажите. Ну как? Смотришь на Сергея, ну он такой, не сказать бы, что он Федор Емельяненко там. Или не скажешь. И дальше Он говорит. Вот 21 стих. Значение этого сна, царь. И определение Всевышнего. Что постигнет тебя? И Он говорит ему. Тебя отлучат от людей. Обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем. И семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. И далее Даниил дает ему совет. Он говорит, посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Ему дает совет Божий человек. Он истолковывает ему сон. И дает ему совет. Я даю тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою. И беззаконие твоим милосердием. Почему? Потому что он завоевывал царство неправдою. Хитрил где-то, обманывал. Он убивал людей. Он не жалел. А он говорит, милосердием и правдой искупи грехи свои. Вот чем может продлиться мир твой. Он давал ему выход. Он показывал ему. Тебе нужно обратить внимание на корень. Ты должен понять, что все, что ты имеешь, это не твое. Это дал тебе Бог. Он дал тебе. Он усмирял врагов твоих. И выход. 26 стих говорит нам. Прошло всего лишь 12 месяцев. 12 месяцев. Сколько? Год. Год. Не сразу. Мы очень часто думаем так, что ну я возвышаюсь. Сам себя возвышаю. Но не сразу унижение пришло. Год. Почему? Потому что Бог долго терпит нас. Он не желает, чтобы кто погиб. У него не было такого желания, чтобы Навуходоносор голый бегал по полям. Представьте, вот этот величественный царь в лучших одеждах. Все, что он хотел, он мог себе позволить. И вдруг он голый бегает по полю. Его волосы отросли, как у льва. Ногти, как у птицы. И он ел траву полевую. Питался, как вол. И так жизнь его три с половиной года. Ужас. На глазах у всех людей дети говорили там, пойдем посмотрим на этого царя Навуходоносора. Посмотрим. Они ходили туда, в эти поля и смотрели, как на этого обезумевшего человека. 12 месяцев. Смотрите. Вот прошло 12 месяцев. И он расхаживает по царским чертогам в Вавилоне. Гулял просто. Просто расхаживал. Ничего не предвещало. Гулял. Взобрался там и смотрел на свое царство, государство. Так. То, что у него было. И посмотрите. И царь сказал. Это ли не величественный Вавилон, который построил я и дом царства с силою моего могущества и в славу моего величия. Он так и не понял значения сна. Он так и не внял предупреждением о том, что закон будет запущен в силу и этот закон никто остановить не сможет. Гордыня Бобби Фишера погубит тебя, дорогой друг, брат или сестра. Вне зависимости от того, ты верующий, ты или нет. Но она погубит тебя. Этот человек сказал три ужасные вещи. Он сказал. Построил я силою своей для моего величия. А надо было как сказать. построил Бог своею силою и для своею славы. И этого было бы достаточно, чтобы его царство продолжилось. Но что произошло? Он только говорил это. Смотрите, 28 стих. Речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят царь Навуходоносор. Царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя. Кто раньше колбаску ел, раньше ел мясо, рыбу, креветки. А теперь ты вегетарианец. не не потому, что у тебя убеждение, а потому, что все закончилось. доколе не пройдет семь времен над тобой и доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему кому хочет. Он так и не понял, что Бог просто захотел дать царство человеческое Навуходоносору, в его власть. Он не понял. Тотчас исполнилось слово Навуходоносором. Он был отлучен от людей, ел траву, как вол, орошалось тело его росою небесную. То есть он не мылся, не брился, ел как вол. То есть как вол. Я как-то читал, в психиатрии есть такой диагноз, когда человек вдруг считает, что он животное. Как? Ликонтропия. Такой диагноз в психиатрии. Человек вдруг начинает думать, что он животное. Он начинает ходить как животное, кушать, вести себя как животное. И вот то же самое произошло с ним. Ум был забран, просто ум. Бог забрал от него разум. Я вновь и вновь стучу себя по голове. Думаю, Господи, мне не забыть. Мне помнить про Бобби Фишера. Мне помнить про эти 64 клетки. Одно условие не выполнили. Одно. И он потерял все. Волосы как у льва, ногти как у птицы. что мне нравится в этой истории. Я верю. Если бы Бобби Фишер посмотрел в небо, он признан был во всем мире. Такого ума не было ни у кого. Но если бы он посмотрел в небо, если бы он сказал, Господь, спасибо тебе за этот ум. Все, что я имею или все, что я имел, это было от тебя. Его позвали бы. Его бы позвали, вы сказали, Бобби, друг, давай партейку, тут у нас пару чемпионов появилось. Давай. Его позвали бы. И все бы вернулось. Но он не сделал это. Он умер в забвении в Исландии от болезни. Без славы, без ничего. Никто не хотел с ним играть в шахматы, разве что какие-нибудь старички или мальчишки, которые жили с ним неподалеку. Но и то навряд ли он с ними садился играть. Но мне нравится в нашем Боге что? Что Бог не бросает нас. Он не ставит на людях крест. Мы должны это выучить. Мы должны это знать как дважды два. Бог не бросит нас. Он говорит корень оставьте. Корень. Он оставляет себя нам. Он говорит вы не поняли что все из корня. Вы лишитесь всего этого. Вы будете в унижении. Но корень я оставлю. Я себя оставлю. И этот корень он начинает оживать только тогда когда этот росток эта веточка это дерево начинает смотреть в небо тогда этот корень начинает приносить жизнь и он так сказал я оставлю корень он останется его никто не будет выкорчевывать он останется прошло время три с половиной года думаешь господи три с половиной года жить в этом ну ладно если ты безумный тебе все равно но если у тебя нет вот это вот этой болезни да ты если ты понимаешь что вокруг тебя происходит поношение бесчестие бесславия ты теряешь все ты думаешь господи три с половиной года он жил в то время сам уже Навуходоносор пишет тоже меня это радует его отношения он сам про себя говорит что он дурачок был сам про себя этот великий царь пишет я был я глупый был какой я был глупый я там ходил по чертогам вот какой я какой я глупый был он говорит посмотрите в то время возвратился ко мне разум мой и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость прежний вид мой тогда советники мои взыскали меня у них там проблемы начались в управлении царства три с половиной года без царя там проблемы они что делать ну пошлите сходим ну говорят там вроде бы царь в себя пришел пойдемте сходим свита пошла в поле посмотрите тогда взыскали меня советники мои вельможи мои и я восстановлен на царство мое и величие мое еще более возвысилось корень расцвел корень он начал приносить и величие возвысилось но это был уже совсем другой человек братья и сестры неужели нам надо ползать по полю неужели нам надо подобляться вот этому навуходоносору неужели нам недостаточно Бобби Фишеров и других известных личностей над которыми при виде их лица мы улыбаемся и думаем ненормальный какой-то неужели нам недостаточно этого для людей верующих познавших Господа имеющих ум Христа достаточно достаточно человеческая натура плоть она тянет нас всегда к этому нам хочется быть на первом месте и это нормально но какими путями когда Бог приглашает тебя или когда ты сам возвышаешь себя именно поэтому Господь рассказывал эту притчу когда ты будешь позван кем на брак ты уже позван тебя уже позвали ты уже здесь этого уже должно было быть для тебя достаточно ты уже за это должен говорить Господь спасибо тебе что я здесь когда ты будешь позван кем на брак не садись на первое место не возвышай сам себя не кичись перед другими ты ничем не лучше чем все остальные мы все одинаковы пред Богом у нас только разные глаза волосы у кого-то их нет у нас разные разные разный пол мы мы разные по характеру но в глазах Господа мы все одинаковы и мы Его дети и Он любит нас но мы так нам хочется по-мерзки покичиться друг перед другом показать возвыситься смотри чтоб так не получилось ты занял возвышенное место а тот который пригласил тебя говорит слушай ты извини здесь другой должен сидеть иди там ты начинаешь бегать метаться уже все места занят осталось там одно побежал сел сидишь все на тебя смотрят улыбаются но пойди и займи последнее место не возвышай себя и так получится он говорит этот закон так работает он иначе никак не работает там скажет друг пойдем пойдем сюда друг там Женя Жень друг что ты там сидишь Жень что ты там сидишь сидишь там тут же места есть ты сидишь там что ты там сидишь скромно так все время там сидишь нет ты вот сюда вот вот ну ты Жень нет это уже гордыня другая это уже не Бобби Фишер да это садись не ты же сам сюда ты же не сам сюда так бывает так бывает пониже все равно хочет молодец тоже сообразил правильно пробовать так так учит нас Иисус так учит и это в жизни это в жизни не только в церкви в служении в семье братья сестры жены и мужья не возвышайтесь друг перед другом так же бывает в семьях да я что ты ты что ты я приготовила что ты приготовила скажи что я заработал что ты заработал ну иди вот тот камень попробуй как Сергей выкорчев его вон глыба лежит иди попробуй подними ее ты заработал мы так думаем это это в бизнесе то же самое в работе в жизни везде этот закон действует везде как на верующих так и на неверующих слава Господу пусть Бог благословит всех нас итак друзья я хочу поставить заключение прочитать с книги притч одиннадцатая глава второй стих наверное на экране быстрее найдут придет гордость одиннадцатая глава второй стих придет и посрамление придет но со смиренными мудрость придет гордость следом придет посрамление как приходит гордость она постоянно стучится в нас пусти меня пусти меня пусти меня постоянно а нам ее не надо впускать нам просто играй в шахматы и все не надо высчитывать сколько здесь клеток в каждой клетке ставить свои условия просто играй в шахматы просто служи господу просто делать то что у тебя есть и всю славу и честь воздавай богу иисус он наш пример посмотрите на него он был равный богу он и есть равный богу но он не считал себя великим здесь живя на земле вы не увидите этого его много раз хотели сделать царем он говорит ребята нет он всю славу отдавал отцу он смирил себя он был послушен богу и поэтому господь отец и вознес его только бог был для него великим не он но только бог и пусть в этой жизни когда мы живем и что-то делаем в нашем сердце в нашем разуме всегда останется только бог великий он он великий встанем на наши ноги друзья друзья встанем на наши Продолжение следует...